Сегодня мы с вами поговорим про тестирование и менеджмент качества, какие задачи обычно решают руководители подразделения и специалисты по тестированию. И сегодня у нас в гостях Михаил Дюжев, начальник Центра компетенции по тестированию блока по развитию цифровых технологий Ростелеком.IT. Михаил, вы можете задавать все свои вопросы в чате. Да, и соответственно, Михаил будет делать паузу и отвечать на них. Михаил, я передаю вам слово. Да, Варвара, большое спасибо за представление. Хочу сразу поблагодарить за приглашение. Для меня это действительно большая честь. И с подобной лекцией я выступаю впервые. Надеюсь, что вам будет интересно. Приложу к этому все усилия. Друзья, почему мы вообще решили поговорить про тестирование? Почему это важно? В современном мире информационных технологий тестирование – это один из самых трудозатратных и дорогих процессов. Наряду с разработкой ориентировочно оценивают затраты на тестирование плюс-минус как 30% от затрат на разработку саму софта. Поэтому внимание весьма пристальное к данной сфере. Но, несмотря на это, вопросов относительно того, что такое тестирование, кто его проводит, по каким принципам строится, почему стоит так дорого – все равно эти вопросы остаются. Поэтому постараемся сегодня в этом разобраться. Про что будем говорить? Мы поговорим про то, что вообще из себя представляет тестирование, какие виды, блоки в нем существуют, почему это важно. Из этого вытекает, собственно, сама и стоимость работ, и специфика на рынке труда. С регионами в последние годы очень плотно связано, поэтому и в названии это дело отражено. После этого поговорим про работу с самими командами, как команду строить, как удерживать людей, где искать новые кадры и как их воспитывать. Сама по себе презентация – не набор, не компиляция из каких-то статей и книг. Я делаю ее на основании своего личного опыта и опыта коллег, с которыми работаю. Вот, рассказываю впервые, поэтому где-то могу и запнуться. Давайте начинать. Как уже Варвара сказала, я являюсь руководителем Центра компетенции по тестированию, блока развития цифровых продуктов Ростелеком.IT. Мы занимаемся разработкой, сопровождением, тестированием таких продуктов, как ВИНК, Умный дом, Ключ, видеонаблюдение для юрлиц, для физлиц. Есть проекты по госзаказу. Это видеонаблюдение на выборах на едином госэкзамене. То есть, по сути, работаем во всех сегментах. В IT и непосредственно в тестировании я работаю с 2011 года. Практически весь этот срок я занимаюсь управлением командами. И, в общем-то, на всех своих проектах и направлениях я работал, так или иначе, с региональными подразделениями, выстраивал там команду. Большую часть времени я проработал в финтехе, как со стороны заказчика в банках, так и со стороны исполнителя. Это компании-интеграторы. Так уж сложилось, что в своей работе основную ставку всегда делал на региональные подразделения. Чуть позже мы поговорим, почему была такая мотивация и остается до сих пор. Что еще? Провожу обучающие программы для студентов, для уже работающих руководителей курса повышения квалификации. Также провожу открытые лекции, вебинары для специалистов, кто хочет в тестирование пойти, познакомиться с ним. В общем, с преподавательской деятельностью в последние годы весьма близко познакомился. Дальше. Смотрите, у нас пара интерактивов запланирована. Хочется немного вас расшевелить, с вами познакомиться. Давайте начнем вот с чего. Как вы считаете, что же все такое, что такое тестирование и для чего оно нужно? Будет очень здорово, если голосом ответите, можно в чат написать. Очень интересно понять, насколько вы в принципе с этой темой знакомы, либо совсем ничего про это не знаете. может кто-то даже работает с тестированием. Ну, тут для начала вообще в принципе работает, наверное, проект, если мы только его запускаем. А если у нас идет уже плановое обновление, то не все ли мы сломали? Угу, да, да, верно. В чате есть ответ. Да, определить соответствие результата продукта. Да, да. Ну, в общем-то, из названия вытекает, что это есть такое. Это проверка того, что мы ожидаем, насколько это соответствует тому, что мы получили. Но не все так просто, есть своя специфика. И она очень сильно влияет и на стоимость работ, и на их длительность. Давайте разбираться. Смотрите, если мы говорим про тестирование, это на самом деле одна из частей процесса обеспечения качества. Если говорим непосредственно про сам процесс тестирования, это подготовка к его проведению, непосредственно реализация и подготовка отчетности по проведенным работам. К нам приходят требования, допустим, в приложении должна быть реализована зеленая кнопка. Мы должны проверить, что кнопка действительно присутствует, и она действительно зеленого цвета. В общем-то, цели тестирования, по большому счету, на этом и заканчиваются. Если мы говорим про контроль качества, процесс более обширный, то здесь мы еще затрагиваем вопрос того, насколько наши проверки укладываются в ожидаемые сроки, насколько удовлетворен заказчик тем, что он получил. Есть ли у нас метрики, по которым мы отслеживаем качество наших работ, и еще какие-то параметры, которые уже выходят за рамки непосредственно проверки, там наличие или отсутствие кнопки, таблицы в базе данных или еще чего-то. Если говорить про обеспечение качества, это самый широкий круг. Здесь мы уже говорим о построении процесса в самой команде, либо в проекте, либо даже в компании. Мы смотрим за тем, как у нас разработчики разрабатывают свой код, насколько они его документируют, как аналитики пишут документацию. То есть мы выстраиваем полноценный менеджмент качества в компании. Обеспечение качества – это достаточно высокий уровень зрелости в компании, и если быть честным, когда пишут в резюме Куа-специалист, quality assurance, это имеется в виду обеспечение качества. К сожалению, не все могут разделить тестирование и quality assurance, но разница на самом деле существенная в глубине понимания тех процессов, которые на специалиста ложатся, да и в стоимости на самом деле тоже. Мы сегодня будем говорить именно про тестирование. Почему? Потому что это самая большая часть специалистов, которые работают в информационных технологиях и работают на самом деле уже по всей стране. То есть мы чуть позже про историю поговорим, но сейчас уже вся страна в эту работу втянута. Смотрите, если говорить про то, для чего тестирование нам нужно, очень здесь полезен вот такой график. Есть нисходящие-восходящие потоки, так скажем. Если говорить про расходы на внесение изменений, другими словами, на исправление ошибок, которые мы нашли, то чем позже мы их находим и выявляем, тем дороже нам их исправлять. Как это можно проиллюстрировать? К примеру, обсуждается с заказчиком разработка какого-то нового функционала. Заказчик высказывает свои идеи, они не всегда формализованы и четко описаны. Это не его даже задача четко описать, что он хочет. Крайне желательно и приятно, если он может формулировать в терминах IT, так скажем, но не его задача. Мы здесь можем включаться в эту работу и в самом начале уже говорить человеку, что что-то мы не сможем реализовать, потому что это невозможно. Либо это идет в разрез с уже существующим функционалом, то есть нужно что-то пересматривать, обсуждать, переделывать. Исправление на этом этапе практически ничего не стоит. Мы здесь обсуждаем. Но если мы этот этап пропускаем, ошибка проходит дальше на этап аналитики, разработки, тестирования, исправление этой ошибки возвращает нас на предыдущие этапы, то есть в начало возвращаемся, делаем петлю. Если мы дотянули до того, что ошибка уже появилась в продуктовой среде, ее увидел конечный потребитель, пользователь, здесь мы имеем серьезные проблемы, потому что весь цикл нам нужно запускать заново. К тому же у нас еще и репутация может весьма основательно пострадать. Нисходящий график – это степень влияния на приложения, которые имеют участники команды. Ну, тоже понятно. Чем раньше мы эту ошибку находим, тем больше у нас шансов и вариантов на нее повлиять и исправить. Если мы уже увидели какие-то нестыковки в продуктовой среде, исправлять мы там уже ничего не можем. Мы не можем на боевой сервер зайти и в нем что-то исправить. Бывают такие случаи, прецеденты, но это явно что-то за рамки вон выходящее. Собственно, вот этот график, он и показывает, для чего нужно тестирование и контроль качества. Это отслеживание нестыковок, ошибок, дефектов на всем жизненном пути разработки. Идем дальше. Смотрите, чтобы нам понимать, кто такие специалисты по тестированию и чем они занимаются, нужно понимать те виды, на которые делится тестирование. Чтобы проще было понимать, представьте себе веб-приложение, которое открывается в браузере, скажем, калькулятор, который складывает, умножает, вычитает, выполняет всякие разные арифметические действия. Это пример абстрактный. Возможно, такие приложения существуют, но явно они сильно не тестируются. Если мы говорим про функциональное тестирование, здесь речь идет о проверке тех функций, которые заложены в этот калькулятор. То есть надо проверить, что он может сложить и делать это правильно, вычесть, умножить, разделить и тому подобное. В принципе, можно говорить о том, что любой пользователь приложения может эти проверки осуществить. Действительно, он может понажимать клавиши, поскладывать, повычитать, да и, в принципе, на этом остановиться. Если мы говорим про абстрактный калькулятор, наверное, действительно, это можно и так сделать. Не нужно нам набирать команду тестировщиков специализированных, которые могут это проверить. Но в реальной жизни тестировщики занимаются калькуляторами, допустим, кредитных продуктов, проверкой корректности работы кредитных конвейеров, если мы говорим про финтех. Здесь обычный пользователь уже не обладает той квалификацией, экспертизой, чтобы посмотреть, что происходит под капотом, так скажем, залезть внутрь браузера, посмотреть, что в нем происходит, как формируются сообщения, как они отправляются смежным системам, что при этом происходит, как происходит обработка на сервере. Скорее всего, пользователь даже не в курсе о том, что существуют какие-то запросы, то, что они в формате JSON уходят, допустим, в бюро кредитных историй, оттуда приходят какие-то ответы. Поэтому даже на этом этапе мы говорим, что необходимы знания технические и не только технические, потому что нужно смотреть глубже, чем просто в браузер. Если мы говорим про нефункциональное тестирование, здесь уже речь идет о свойствах приложения. Это не те функции, которые выполняются непосредственно, а именно свойства. Это стабильность, это продуктивность приложения, его производительность, это его защищенность, удобство использования, поддержки. Много чего еще. Об этих параметрах, в общем-то, обычный пользователь может даже и не знать. Для того, чтобы реализовывать эти проверки, нужна серьезная подготовка. Как правило, знание языков программирования, соответствующих вспомогательных программ. здесь мы уже не можем просто запустить приложение и что-то в нем проверить. Если мы говорим про тестирование производительности, так это вообще вещь на самом деле уникальная, и на рынке очень мало специалистов, кто действительно качественно это может выполнить. Есть еще один вид, который часто выделяют. Это тестирование, связанное с изменениями. Нам сейчас важен один тип его, скажем, регрессионное тестирование. Нам это поможет в дальнейшем. Что это такое? Скажем, опять же, вернемся к нашему калькулятору. Он у нас умел, допустим, складывать и вычитать числа. Мы решили добавить туда умножение с делением. Соответственно, после того, как мы умножение с делением проверили, нам необходимо убедиться в том, что сложение и вычитание у нас работает так же корректно, как и до этого. Это имеет большое значение, понимание того, что существует такой вид и тип тестирования. Почему? На заре становления тестирования, скажем, в середине нулевых, десятых годах, эта работа, она монотонная, она не требует каких-то больших знаний и квалификации. И набирали студентов, молодых специалистов, там чуть ли не школьников, которые могут по многу часов сидеть и проходить одни и те же операции. Потому что процесс автоматизации на тот момент еще не был так широко распространен, как сейчас. И все это делалось вручную. То есть каждый месяц мы садимся и, ну, калькулятор наш простой, понятно, его легко и быстро проверить. Если мы говорим про кредитный конвейер, там количество всех проверок может под несколько сотен быть и занимать там неделю. Вот представьте себе, сидит команда из 10 человек и неделю проверяет, что все работает так же, как и до этого. Это тоже повлияло на формирование как раз-таки региональных команд, регионального рынка. Здесь изображена пирамида тестирования. Почему она нам важна? Для того, чтобы понимать, на каком уровне и какие специалисты подключаются. Если мы говорим про самый нижний уровень, это юнит-тесты, их пишут сами разработчики и пишут на уровне самого кода. Их очень много, этих проверок. Их писать очень просто. Они стабильны и проходят очень быстро. Поэтому выгодно их писать много. Почему? Потому что к тестировщикам попадает уже, по сути дела, проверенный код. Количество ошибок в нем меньше. Если мы говорим про уровень API, это уровень интеграционный, то есть уровень взаимодействия браузера и сервера. Здесь уже подключаются тестировщики. Тесты достаточно простые. Автоматизировать их достаточно просто. Их тоже пишут в большом количестве. Уровень квалификации требуется, опять же, не самый низкий. Если мы говорим про UI-тесты, это автоматизированные тесты, которые эмулируют работу пользователя. В браузере есть специальный софт, который позволяет это делать. Тесты писать сложно, долго. Поддержка их весьма затратна. И требуется достаточно серьезный уровень подготовки для того, чтобы это делать. Поэтому нам невыгодно писать их в большом количестве и поддерживать. Ну и самый верхний уровень, это как раз-таки уровень ручных проверок. То, что наши студенты, начинающие специалисты, раньше закрывали. Если мы чуть-чуть в историю окунемся, то первые три уровня раньше закрывались исключительно вручную. И требовалось очень большое количество просто рабочих рук и голов. Поэтому в сферу IT втягивалось, в тестирование втягивалось достаточно большое количество людей и начинающих специалистов, потому что квалификация здесь особо не требовалась. Еще один вопрос к вам. Как вы считаете, если бы у вас была задача, а может она у вас и есть на самом деле, составить требования к вакансии специалисту по тестированию? Что бы вы туда написали? Может быть есть какие-то предположения? Опыт работы, наверное. Опыт работы какой? Сферу тестирования. Ну да, логично. Смотрите, сейчас чатик посмотрю, может кто-то написал. Внимательность лечить? Да, да. Согласен. Самое важное свойство для тестировщика это коммуникабельность. Я чуть больше, чуть дальше буду рассказывать про исследования, которые сейчас проводим. Тестировщик это человек, который в силу обстоятельств общается со всеми. Он всегда в каком-то информационном вакууме пребывает, ему нужно получать эту информацию. Человек профессиональный такой, переговорщик, скажем. Да, коммуникабельность, последовательность. Согласен абсолютно. Смотрите, если мы говорим про зарю, скажем, тестирование, то, что я вначале застал, там действительно требовалась усидчивость, внимательность, коммуникабельность. И, в общем-то, за счет этого можно было выезжать. Если мы говорим про текущее время, требования к специалистам по тестированию сильно возросли. Требуется и техническое образование, и умение обрабатывать информацию, работать с ней. Это и работа с веб-инструментами браузера, и интеграционный слой, и работа с базами данных. Среды виртуализации, Linux, Docker тоже весьма желательно, чтобы знали. Ну, и все чаще говорят о том, что тестировщик хотя бы чуть-чуть, хотя бы как-нибудь должен уметь программировать. Это требование к специалистам начального уровня, как правило. То есть, сейчас уходят компании от того, чтобы набирать просто много людей, которые садятся большим количеством, нажимают все кнопки, и что-нибудь донаходят. Ставка делается на квалифицированных специалистов. Что мы имеем на рынке в связи с этим? Крайний рынок перегрет. По разным оценкам от 4 до 6 раз зарплатные ожидания превышают там реальную стоимость этих работ. Почему так происходит? Компании стремятся как можно больше и как можно чаще выносить новый функционал, доставлять его конечному пользователю. Формируются все новые, новые команды разработки. Соответственно, этот софт нужно проверять. Невозможно его выносить без проверок. Не хватает специалистов, не хватает именно квалифицированных специалистов. То есть, если мы сейчас вспоминаем нашу пирамиду, тестирование, мы понимаем, что просто руками кнопку нажимать этого уже недостаточно. Сам софт становится все более и более сложным. Функциональность его расширяется и растет. И людей, которые реально с этим умеют работать, обладают опытом, их на самом деле не так много. Но делать нечего и привлекают специалистов из регионов, начинающих. И на этом фоне как раз таки очень популярны стали онлайн-университеты, онлайн-курсы, которые обещают быструю подготовку и вход в сферу IT с получением больших зарплат. Это то, что мы имеем на текущий момент. То есть нам не хватает квалифицированных специалистов, при этом рынок переполнен специалистами без опыта, без квалификации, возможно, даже без задатков к тому, чтобы работать в тестировании или вообще в сфере IT. и большими запросами от заказчика на количество поставляемого софта. То есть у нас серьезный такой кризис и недостаток. Если говорить про историю, как вообще вся эта картина формировалась. Я пришел в 2011 году и на тот момент с регионами работали компании-интеграторы. Это, по сути, заказная разработка, на чем строится прибыль нанять специалистов за как можно меньшие деньги и их услуги продать заказчику как можно дороже. Собственно, вот эта дельта и является источником прибыли. Я сейчас не буду погружаться в тонкости и в детали, не суть важна. На тот момент количество специалистов в Москве, в Питере, в крупных городах позволяло не выходить за пределы ареала обитания самой компании. Если компания московская, всегда стремились набирать в Москве. Почему? Потому что всегда человек сидит в офисе, его можно проконтролировать, посмотреть в монитор, чем он занимается, и все вроде как спокойны, все знают, что человек в пределе занимается важными вещами. И в регионы ходили компании-интеграторы, но не массово, не массово, потому что в Москве специалистов и так хватало на всех. Где-то к 15-му, к 16-му году запасы специалистов и их зарплатные ожидания стали таковыми, что все больше внимания уделялось, начинает уделяться регионам, то есть не хватает людей, даже просто которые руками могут выполнять проверки, сильно не задумываясь, и начали смотреть в сторону регионов. Даже компании крупные московские, которые занимаются продуктовой разработкой, инхаус стали открывать подразделения в небольших городах удаленных. Ситуация кардинально изменилась в 2019 году, когда в силу вступили ковидные ограничения и все пошли работать из дома. И если смотреть честно на ситуацию, то руководителю, который работает с командой, скажем, руководитель проекта даже не тестирования, он одинаково не может контролировать человека, который из дома в Москве работает, и человека, который из дома работает, не знаю, в Липецке или в Воронеже. Он их одинаково не видит и не может понять, чем они занимаются. Поэтому здесь все ограничения отпали сами собой, все ринулись в регионы собирать людей. там понятное дело, что уровень развития технологий и подготовки отстает, потому что не так быстро информация расходится. Если мы говорим про Москву, здесь протестирование знают сначала нулевых годов и готовят профессиональные кадры для этого. Если мы скажем, допустим, не знаю, про Нальчик, где мы не так давно открыли офис пару лет назад, там протестирование узнали относительно недавно, 3-4 года, и специалистов не так много, то есть эта сфера только начинает развиваться, а есть города, где про это вообще не знают, но люди слышат о том, что в IT платят много, это доходная профессия, а тестирование вроде как не накладывает каких-то больших обязательств. И в довесок к тому, что специалистов и так не хватает, и начинающие, так скажем, малоопытные тестировщики с огромными зарплатными ожиданиями. То есть люди чувствуют, что недостаток есть и соответственно стремятся в эту сферу. Вот собственно в этой ситуации мы сейчас и живем. Смотрите, может быть сейчас есть какие-то вопросы, на что-то нужно ответить. В принципе мы с мат подчастью закончили. Если что-то нужно пояснить или рассказать про то, что такое тестирование, задавайте вопросы, постараюсь ответить. Если нет, тогда пойдем дальше. Давайте двигаться дальше. Смотрите, я приходил в разные команды тестирования, какие-то начинал строить с самого нуля, здесь наверное попроще, в какие-то приходил уже существующие. Здесь посложнее, потому что коллектив устоявшийся со своими традициями, правилами и порядками. Здесь хочу с вами поделиться своими наработками в этом плане, возможно кому-то это поможет. Ну хотелось бы, чтобы не наступали на те грабли, на которые я в свое время наступил. По молодости и горячности, когда я приходил в новое подразделение, всегда хотелось что-то сразу поменять, переделать, развить, потому что я же сильно опытный начальник и кучу книг прочитал и вебинаров посмотрел, а тут все неправильно работают. Требовало больших на самом деле усилий, чтобы перестать это делать. Почему? Потому что команда, если она уже существовала, она в целом выполняла свои функции. и по-хорошему надо бы разобраться, каким же образом, даже если есть какие-то процессные нарушения, люди эти функции выполняют. То есть перед тем, как что-то менять, нужно очень пристально посмотреть на то, как люди действительно свою работу выполняют и какие вещи необходимо сохранить и приумножить, а какие все-таки избавляться. если говорить прям про конкретные инструменты, самое первое и важное при знакомстве с командой и при устройстве на новое место, наверное, это даже не только к тестированию, а ко всем может быть применимо, желательно как можно скорее прям в первые дни, если не в самые первые познакомиться с командой, представиться, объяснить, что вы являетесь ее руководителем этой команды, какие у вас цели, какой у вас опыт, какой вы видите свою работу. Очень важно, чтобы люди, которые с вами работают, это четко и явно понимали и знали, кто их руководитель и что он из себя представляет. После знакомства с командой можно уже и отдельно со всеми познакомиться. Опять же, как говорил, не стремитесь сразу что-то менять, осмотритесь, успокойтесь, дайте людям к вам привыкнуть, сами к ним привыкнете, а потом уже смотрите, что менять, а что оставлять. Да, и важно понять, как до этого работали. Есть, выработался такой подход, в самом начале работы очень сложно делать какие-то изменения, вас еще никто не знает, не понимает, стоит доверять, не стоит, попробуйте решить какие-то незначительные бытовые вопросы у вашей команды, возможно, с инструментами, с доступом, еще с чем-то, это, в общем-то, вам поможет какие-то, так скажем, политические очки заработать и заслужить доверие у тех людей, с которыми вы работаете. То есть, важно начать с чего-то небольшого, показать, что вы в целом настроены за команду и за улучшение работы, а потом уже переходить к каким-то более крупным изменениям. Идемте дальше. Смотрите, я для себя, да и не только я, в общем-то, они многими обсуждаются эти принципы, то, на что опираться при управлении командой. Опять же, я думаю, что это не только к тестированию относится, а и к разработке, и к аналитике, что-то мне подсказывает. Почему важно сейчас на это внимание обращать, потому что команда распределенная, она работает в регионах. Если говорить про мое подразделение, у меня работает 23 человека и география от Питера до Новосибирска, то есть по всей стране раскиданы люди, и нужно выработать в себе те принципы, которые будут помогать вам удерживать вокруг себя людей, чтобы они понимали, что на вас можно положиться, и что у вас реакции будут ожидаемые, то есть они будут знать, что им делать, и какой ответ с вашей стороны может последовательность. Если говорить про прозрачность, здесь речь идет не о том, чтобы вся информация, которая приходит к руководителю, в таком же виде транслировалась на подчиненных, нет, но есть какие-то вещи, которыми и можно, и нужно делиться с сотрудниками своими, обсуждение тех изменений процессов, которые вы предполагаете, изменения инструментов, с которыми люди работают, какие-то корпоративные мероприятия, то есть очень важно дать понять специалистам, что есть сопричастность к компании, что не могут на нее влиять. Когда все сидят дома, особенно если город, так скажем, не входит в ареал обитания самой компании, это очень важно. Важно давать людям за счет прозрачности понимание того, что они могут влиять на эту компанию, они с ней связаны. Честность. Здесь речь идет про то, чтобы честным быть и с людьми, и с самим собой, не то, чтобы всегда правду матку рубить, а скорее про то, что если вы что-то требуете или ждете от своих сотрудников, будьте добры и сами это выполнять. Если вы хотите и требуете от своих подчиненных, чтобы они к 9 утра приходили на работу, будьте добры и сами приходить к 9 утра на работу. Если требовать одно, делать другое, будет серьезное недоверие по отношению к руководителю. И по поводу жесткости. Жесткость, но не жестокость, ни в коем случае. Здесь о чем идет речь. Есть сотрудники, которые не соблюдают трудовой распорядок. Кто-то опаздывает, кто-то не выполняет срок и качество на свою работу. и после попыток как-то ситуацию эту разрешить, донести до человека, что ему нужно в себе что-то менять, если этого не происходит изменений, нужно принимать какие-то более серьезные решения, вплоть до увольнения. Я всегда был сторонником и являюсь сторонником того, чтобы человеку сначала помочь, исправиться, возможно научиться чему-то, что-то откорректировать, дать ему возможность встать на путь истины. Но если этого совсем никак не получается, либо в силу его каких-то ограничений, не способен он на что-то, либо он в открытую саботирует, нужно действовать достаточно решительно. Опять же, для того, чтобы команду не потерять и чтобы она не развалилась. Очень важный вопрос, на самом деле, как определить уровень зарплат в регионах. Когда компании только-только начинали выходить в другие города, для простоты понимания, скажем, допустим, московские компании начинают набирать в регионах новых сотрудников и непонятно, сколько им платить. Что с этим делать? Мой основной здесь совет найти все-таки в регионе человека и лично с ним познакомиться очень плотно пообщаться с кем вы, от кого вы будете строить дальнейшую свою работу. То есть, такой центр притяжения для всех остальных. И собрать с него информацию, сколько проезд стоит, сколько хлеб стоит, сколько коммуналка стоит, вообще, какой средний уровень зарплат по региону. и уже от этого отталкиваться. Так, в принципе, работа строилась еще несколько лет назад до введения ограничений, до выхода на удаленку. От этого отталкивались. Сейчас эти барьеры упали и мы можем говорить о том, что в регионах набирают специалистов по московским зарплатам. Это с одной стороны и хорошо, уровень жизни у людей растет, это прекрасно, что человек теперь может позволить себе больше, но с другой стороны приводит к какому-то расслоению внутри самого региона, то есть одни люди получают в разы больше других, ну и у самих компаний банально деньги заканчиваются, то есть специалистов больше не становится и невозможно всем без конца повышать зарплату. То есть здесь такая палка о двух концах. По поводу идеологической работы с сотрудниками, что я здесь имею ввиду? Важно для людей доносить информацию. Да, допустим, есть компания, в которой мы работаем, я сейчас не конкретно про свою, в целом, какая-то компания А, в которой мы работаем, да, мы понимаем, что зарплаты у нас, допустим, ну не совсем рыночные, и здесь важно доносить до людей информацию, что есть компания, да, где платит сильно больше, но и требует совершенно иного, и подход к развитию людей, к работе с ними здесь будет сильно отличаться, то есть, когда, скажем, какая-то компания из финтеха собирает большое количество людей, устанавливает высокие зарплаты, мы понимаем, что управление этой компанией ожидает и возврат своих дивидендов, то есть спрос здесь будет большой, и это на самом деле многих останавливает, то есть люди стремятся остаться в более комфортной среде, пусть не на самой высокой зарплате, но им будет комфортно и интереснее работать здесь, это на самом деле работает, здесь уже речь идет про удержание людей в компании, ну и опять же работа с HR, специалисты по найму общаются с очень большим количеством кандидатов, и информация о том, кто как и где живет, у них есть, могут с вами поделиться. Давайте дальше, здесь пример того, как мы в общем-то развивались и уже непосредственно в Ростелеком и Т расширяли сферу обитания, так скажем, своем. Когда я пришел в компанию, мы работали, отдел тестирования который был, он был исключительно московский, работали только в Москве, людей не хватало, и в общем-то со своим непосредственным руководителем я в самом начале обсудил вопрос о том, что давай расширяться, брать ребят в регионах. Никаких возражений я не получил, и в общем-то начали двигаться. В итоге мы через какое-то время открыли подразделение, офис, по сути дела, в Воронеже, еще через какое-то время в Мальчике. Что здесь, какие сложности были? Когда мы выходим в регионы, мы сталкиваемся с банально с какими-то бытовыми сложностями. В городах иногда просто не бывает каких-то офисных помещений, офисных зданий. То есть нету новой застройки, а те здания, которые старые существуют, они не подходят именно для офисной работы. Там, не знаю, мало света, нету притока свежего воздуха и тому подобное. Короче говоря, инфраструктуры именно по цели IT часто не хватает. И если вы планируете в регионах открывать офисы, на это тоже обращайте внимание. Ну, когда, собственно, все ушли на удаленку, здесь еще и стала проблема относительно того, как людям на их местах работы, в домах обеспечить те условия, в которых они смогут качественно и эффективно выполнять свою работу, чтобы интернет был достаточно быстрый, чтобы техника была хорошая. Эти вопросы, да, нужно очень плотно прорабатывать с административно-хозяйственным отделом. И в нашей компании нам коллеги, конечно, очень сильно здесь помогли и до сих пор помогают, потому что если человек выходит в другом городе, даже если он на удаленке сидит один дома, ему нужно отправить технику, нужно проконтролировать, чтобы она дошла, ничего с ней не случилось, если человек увольняется, все это дело вернуть обратно, а если говорить про нашу компанию, здесь дело не только в ноутбуке, возможно, еще какое-то оборудование ему отправлять. То есть вот этот трафик, он достаточно сложный и очень много сил уходит на его контроль. Давайте дальше. Если мы говорим про удержание команды, что здесь можно сделать? допустим, мы уже специалистов наняли, они работают, выполняют свои задачи, но проходит какое-то время, люди начинают смотреть на рынок, задумываться о том, не посмотреть ли какие-то другие компании, может не хватает зарплаты, ну не знаю, хочет человек больше денег получать. нужно людей удерживать, это отдельная работа руководителя, ее необходимо выполнять. Что здесь может быть полезным? Необходимо регулярно проводить какие-то мероприятия, это могут быть даже утренние созвоны, планерки, какие-то традиции надо вводить, где вы сможете со всеми собираться. Почему это важно? для того, чтобы люди опять же чувствовали себя членом команды, сотрудником своей компании. Честно скажу, что были прецеденты, когда люди приходили на удаленке, работали и увольнялись все на той же удаленке, то есть проработав какое-то время, они со своими коллегами лично даже не общались ни разу. Это некая данность, с ней полностью побороться невозможно, есть ограничения свои, но какие-то шаги в плане исправления делать обязательно нужно. Хотя бы с какой-то периодичностью проводить встречи прям всего подразделения. У меня команда делится на несколько групп, они занимаются своими задачами и не всегда пересекаются. Важно проводить общий слет, так скажем, делиться информацией, рассказывать о планах, какие есть в компании, куда мы вообще движемся и каким образом. Очень важно проводить индивидуальные встречи с сотрудниками. Здесь речь идет не о том, чтобы просто пообщаться на какие-то отвлеченные темы, спросить, как дела, услышать, что все нормально и разойтись. Это структурированные встречи, у которых должен быть план, цели, вопросы, которые вы хотите прояснить и на самом деле регламент, регламент таких встреч. проводить их тоже нужно уметь, нужно понимать, на что обращать внимание. Поскольку все общение сейчас ведется через камеру, не всю пантомимику можно отследить, не всегда мимику можно проконтролировать человека, то есть большой поток информации, который от человека исходит, он остается незамеченным и нужно быть очень чутким ко всем проявлениям того, что с человеком происходит. Не всегда человек может сказать, что он хочет уволиться или уйти. И задача руководителя как раз таки постараться отследить что-то, что косвенно может об этом говорить. Очень важно хвалить тех людей, с которыми вы работаете. Я сейчас не говорю о том, что каждый день всех похвалу заваливать, но у каждого есть какие-то свои достижения. И очень здорово, где лично с глазу на глаз сказать, что ты молодец, да, справился. Это была сложная задача. Если крупные достижения можно на весь отдел человека похвалить, поздравить, это очень сильно влияет как раз таки на уровень комфорта пребывания в компании и способно удерживать людей. Если говорить про мотивацию, здесь опять же важны и встречи групповые, и встречи индивидуальные с людьми. Вам нужно понимать, с кем вы работаете, кто эти люди, какие у них чаяния и надежды, и что вы в связи с этим можете им дать. Что касается индивидуальных встреч, встреч one-to-one, один-на-один, это отдельная тема, она весьма обширная и сложная, но какие-то основные вещи вам здесь рассказал. Коллеги, возможно, есть какие-то вопросы, что-то хочется сейчас спросить. Михаил, у нас есть вопрос в чате, он уже немного давно ответит. Пожалуйста, вопрос, да, хороший, как опыт приобретать, потому что все хотят начинающего специалиста с 10-летним опытом. Такое часто встречается. Я могу здесь, опять же, поделиться своим личным опытом начало работы в компаниях-интеграторах, кто занимается заказной разработкой. Работать там сложно, проекты очень часто меняются, смена коллективов иногда происходит, но за очень непродолжительный отрезок времени можно получить весьма существенный опыт, посмотреть на разные компании, на разные технологии и научиться взаимодействовать с очень разными людьми. в дальнейшем это помогает. Я лично видел, когда человек так поработав год, может полтора, ну просто нелинейно вырастает, то есть он уже не является начинающим специалистом. Если мы говорим про продуктовую разработку внутри компании, здесь, конечно, условия гораздо более комфортные. О команде заботятся, ее холят, лелеят, занимаются обучением, это все прекрасно и правильно, здесь другие задачи. стоят у компании, но здесь нужно очень много именно извне делать усилий для того, чтобы повышать квалификацию специалистов. Ну, по сути дела, люди очень часто выполняют какие-то одни и те же операции и профиль их работы не сильно меняется. Ну, команда работает над одним и тем же продуктом, он не может каждые полгода становиться другим продуктом. Здесь темпы развития конечно поменьше, но опять же вам нужно и вам и сотрудникам, которые у вас работают, в этом деле ориентироваться и понимать, идя в какую компанию, что вы можете от нее получить и на что готовы пойти, чем пожертвовать. Об этом определенно стоит задумываться и деньги, понятное дело, важны всегда и всем, но задавайте себе вопрос, на что вы готовы пойти, чем пожертвовать ради этих денег, это очень важно. Финансовая мотивация, она не долгосрочная, так уж устроена человеческая психика, что сколько бы ни платили, всегда хочется больше. Вот, не знаю, вчера платили меньше, ездил на другой конец города, потому что там что-то подешевле, сейчас платят больше, хожу в соседний магазин, на цены не смотрю, и через какое-то время все равно к этому привыкаешь и забываешь о том, что было год-два назад. Поэтому старайтесь искать нематериальные мотивы у людей и работать с ними, и удерживать за счет них. Деньгами надолго удержать не получится, не работает так. Давайте дальше. Смотрите, у нас так, матрицу компетенций. В целом, я думаю, что в каком-то виде вы с этим инструментом сталкивались и пересекались. Это список тех навыков и умений, которыми должен обладать сотрудник, который у вас работает. Если мы говорим про тестирование, список этих компетенций, он может достигать полутора сотен легко. Мы в своей компании проводим сбор этой информации, проводим оценку специалистов с целью того, чтобы понять, куда человеку развиваться, как сильно и какие, в принципе, могут быть направления для его развития. это опросник, который содержит все вопросы, ну, грубо говоря, умеешь ли ты работать с браузером, умеешь ли ты работать с какими-то инструментами, насколько хорошо ты справляешься с обработкой информации, документов, то есть понять, какой профиль у сотрудника. И, в общем-то, применимо это может быть везде. Если мы говорим, допустим, даже про сварщиков, я когда изучался, занимался изучением этого вопроса, я действительно находил матрицы компетенций для разных профессий, в том числе даже для сварщика. Нашел, у людей есть, да, определенные свои навыки и специфика работы, и ее тоже можно посчитать и оцифровать. К чему я это все веду? С одной стороны, мы, конечно, понимаем, вот у нас есть столько-то специалистов, умеют они то-то и то-то, какими-то техниками и технологиями владеют на среднем уровне, какими-то на низкими, на низком уровне, а где-то прям очень круто в чем-то разбираются. Это все здорово и замечательно. Как же нам это поможет с командой работать? А помогает нам это следующим образом. Опросник заполнили, а дальше садиться с человеком и детально прорабатывать и проговаривать. Допустим, не знаю, есть один из пунктов работа с документацией, имеется в виду требования, которые приходят от заказчика. Вот ты себе, скажем, поставил оценку три из пяти, а почему ты так считаешь? Как часто ты с этим работаешь? А насколько тебе это интересно? И здесь уже мы понимаем, что формируется общий контекст. У нас есть фактура, которую мы можем с человеком обсуждать. и делать это нужно, да, как мы говорили, честно и откровенно показывать свою заинтересованность и выстраивать долгосрочную, полномерную работу со своими специалистами. Когда люди понимают, что есть искренний интерес к ним, к их развитию, к их росту, включается механизм обратной связи. Соответственно, сам специалист хочет как-то улучшить ту среду обитания, где он находится, а именно компанию. Начинает высказываться относительно того, что можно было бы улучшить, что пересмотреть. То есть, и здесь мы понимаем, что мы выстраиваем те самые горизонтальные связи между сотрудниками, которые людей в компании удерживают. И молва о том, какая компания прекрасная и замечательная, она расходится. Ну, сарафанное радио никто не отменял. Поэтому очень важно с людьми действительно стараться выстроить эмоционально теплые отношения. Я не говорю, чтобы стать друзьями со всеми, с кем только можно. Нет. Так и не получится в любом случае, но выстраивать доверительные и теплые отношения. Матрица компетенций здесь вам может стать полезным инструментом. То есть, ну, не всегда получается с человеком начать о чем-то говорить, особенно о каких-то глубоких вещах. здесь можно таким образом создать контекст. То есть, не просто я к тебе пришел разбираться, как там и что у тебя в жизни происходит. А есть у нас вот такая процедура. Давай с тобой сядем и пообщаемся. И это работает, и очень много информации из этого можно получить. Возвращаясь немного назад, когда мы обсуждали квалификацию специалистов, требования, что от кого может быть нужно, писали, да, усидчивость, внимательность, возможность долго работать над какими-то рутинными задачами. И, в принципе, этого 10 лет назад еще было вполне достаточно. Если мы говорим о списке компетенций, которыми должен обладать на текущий момент специалист по тестированию, это список порядка из 100 пунктов, в которых он хотя бы должен ориентироваться на уровне осведомленности. Хотя бы я должен мочь ответить. Я знаю, что это такое и понимаю, где это применяется. Пусть я с этим не работаю, но я хотя бы знаю, что это такое и как с этим можно обойтись. Это очень серьезный рост. И если мы говорим про региональные команды, у них не было всего вот этого 10-летнего промежутка времени, когда вот этот список из 100 пунктов можно было бы нарастить. То есть люди приходят для себя в новую сферу, зачастую неподготовленную, и им говорят, ты должен уметь вот столько, вот столько 100 пунктов. На людей это накладывает весьма серьезную нагрузку. Многие начинают в себе сомневаться, даже если они весьма успешны в своей работе. С этим тоже нужно работать, понимать, как с этим быть. Так, вопрос. Если на совместные встречи часть коллектива не готова, индивидуальные беседы не помогают, важно просто отработать 8 часов и быть свободным. Какие варианты в этом случае? здесь сложно ответить общо, потому что всегда это какая-то индивидуальная история, индивидуальные мотивы у человека. Что здесь могу посоветовать? Ну, если действительно ничего не помогает, ни групповая работа, ни индивидуальная, ни попытки понять, какие мотивы у человека, попробуйте напрямую задать вопрос. А почему у тебя так? Я честно делюсь со своими сотрудниками, если вижу какие-то подобные ситуации, говорю открыто о том, что мне бы было тяжело в такой ситуации. И поскольку все мы люди, я могу предположить, что и тебе скорее всего тоже тяжело просто как роботу ходить на работу по 8 часов отрабатывать. Возможно ты хочешь что-то в своей жизни изменить, но не решаешься. Давай честно это обсудим. Ну потому что понятно если человек как робот ходит, ему реально тяжело и эффективность его работы не так высока. Ну в общем-то наверное очевидные вещи сейчас говорю. И возможно здесь речь идет о том, чтобы с человеком расставаться. Речь наверное не про увольнение, уволить человека, но помочь ему сориентироваться в том, что он реально в этой жизни хочет. Возможно действительно ему хочется перейти в какую-то другую компанию, но не решается. Здесь нет универсального решения, к сожалению. И надо смотреть на каждый случай индивидуально. Ну наверное такой у меня ответ. Надеюсь, что полезно. Пожалуйста. Давайте двигаться дальше. Что еще нам может помочь в работе с командой, с ее удержанием? смотрите. Развитие внутренних внешних связей. Здесь как раз таки речь идет про те самые горизонтальные связи внутри компании, внутри группы какой-то, внутри коллектива. Почему сюда это вынес? Потому что мы уже говорим, что отдел, группа, она раскидана по городам. Вы и усилий для того, чтобы удерживать людей в одном кругу, смысловом, рабочем, коллективе, нужно прикладывать гораздо больше усилий. Что здесь может помочь? Это проведение каких-то внутренних лекций, вебинаров, метапов, на которые вы можете поделиться какой-то ценной важной информацией, либо специалист более опытный может чему-то научить других начинающих специалистов. То есть тематик может быть достаточно много. У нас недавно прошел вебинар, посвященный фотографии с телефона, то есть как это делать максимально хорошо. Тематик может быть очень много. Важно то, чтобы люди помимо работы на что-то еще могли отреагировать и собраться что-то обсудить. В какой-то момент мы начали проводить уже вебинары и открытые лекции не только внутри своей компании, а объединяться с коллегами из других компаний, из других секторов, обмениваться опытом тем, что у кого и как происходит. В целом могу сказать, что есть у удаленки свои плюсы. Собрать большую аудиторию, допустим, как мы сейчас с вами собрались, стало гораздо проще. Если бы не было этой ситуации, наверное, в оффлайне нам бы с вами гораздо тяжелее было собраться и что-то обсудить. Так же в принципе и во всех компаниях. То есть с одной стороны, да, мы сидим все по домам и где-то изолированы, с другой стороны, есть возможности для онлайн общения, поэтому старайтесь этим пользоваться. И участие в профессиональных конференциях. Они в общем-то сейчас во многом вышли опять же в онлайн и по сути превращаются в просмотр какого-то обучающего видео. Но есть конференции, которые проходят в оффлайн мате, приезжают специалисты, общаются, взаимодействуют и это действительно оказывает весьма благоприятное воздействие, потому что ну ты все-таки взаимодействуешь с другими людьми, со своими коллегами, кто решает похожие на твои проблемы. И ну это воодушевляет, так скажем, если не растекаться мыслью подревал, воодушевляет и придает сил для дальнейшей работы. призываю вас пользоваться такими инструментами. Их, я думаю, что гораздо больше. Здесь перечислил те, которые, наверное, в основном сам использую и рекомендую. смотрите, мы можем работать с теми ресурсами и специалистами, которые уже и так есть на рынке, но здесь мы всегда будем отставать. Почему? Потому что просто работаем с тем, что есть. Ну вот сколько есть тестировщиков, вот со стольким количеством мы будем работать. мы в какой-то момент пришли к тому, чтобы формировать действительно свой кадровый резерв. Мы здесь не открыли Америку, не новшества. Многие компании открывают свои внутренние университеты, академии, где готовят специалистов. Для тестировщиков это весьма актуально, то есть принимают самых-самых зеленых ребят и очень быстро их прокачивают на решение прям четких, конкретных своих рабочих задач. Мы работаем с вузами, читаем там лекции, осенью закончили курс по тестированию в МАИ читать. Начали в прошлом году работать с Академией Сириус в Сочи. То есть я к чему клоню, к тому, чтобы вы не ждали, что на рынке изменится ситуация сама собой. Станет много недорогих квалифицированных специалистов, прям вот то, что вам нужно. К сожалению, таких чудес не происходит, ну не бывает такого, поэтому задумываясь о том, где вы будете брать новых специалистов. Люди увольняются по разным причинам, есть естественный отток кадров в компании, в любой абсолютно. Его нужно восполнять, вот, дело житейское. Но вы можете заранее готовить подрастающее поколение, искать какие-то, не знаю, города, университеты, с кем вы можете сотрудничать и оттуда приглашать ребят на сходовки, в дальнейшем брать их в компанию, короче говоря, готовиться загодя. Это не требует каких-то колоссальных финансовых вливаний. Работать над учебной программой да, нужно, нужно помогать обучаться, но это все-таки, на мой взгляд, сильно проще и дешевле, чем искать уже готового специалиста. Ну и да, надо быть готовым, потому что все-таки даже уже на работе нужно будет помогать обучать. Работа с онлайн-университетами и социальными сетями. Онлайн-университет сейчас не буду не критиковать, не рекламировать никого, но все-таки цель у них продать побольше курсов и дать какое-то минимум общей информации. То есть, будем честны, выпускники приходят не готовыми еще специалистами. Их нужно готовить. вот, можно работать с такими организациями, выходить на сотрудничество, обсуждать ваши потребности. Скажем, мы готовы с вашим онлайн-вузом сотрудничать. Вот, нам важно, чтобы человек, который от вас выходит, умел это, это и это на таком-то уровне. И компании готовы в этом плане сотрудничать, поэтому если у вас есть какие-то выходы на эту тему, опять же, настоятельно рекомендую в эту сторону посмотреть. Готовят сейчас не только тестировщиков, а и разработчиков, и аналитиков, и дизайнеров, поэтому тем для обсуждения здесь много. Коллеги, на этом у меня с докладом все. Буду очень рад, если вы позадаете вопросы, возможно, что-то захотите обсудить. Михаил, подскажите, а вам приходилось в такой ситуации быть, когда вы становились руководителем из, грубо говоря, своего коллектива? Предыдущий начальник, допустим, ушел, поставили вас. В такой среде вы работали? Я работал в такой среде, и даже в той среде, когда начальник не уходил, а оставался и становился моим подчиненным. Бывало и такое. Здесь важно, опять же, проявить вот эту самую жесткость. То есть, да, теперь я начальник, да, я руководитель, а ты мой подчиненный. То есть, не пытаться как-то кокетничать, заигрывать с этим, сглаживать углы. Я не хочу сказать, что всегда будет конфликт с этим человеком, но все равно какая-то обидно, скорее всего, будет сохраняться. Это абсолютно нормальное человеческое переживание, от него никуда не деться, и оно всегда будет оставаться. Здесь можно проговаривать. Да, вот, у нас такая ситуация, это данность. Теперь я руководитель, а ты мой подчиненный, вот, не хочу с тобой никоим образом портить отношения, уважаю тебя как специалиста, как человека, если вы действительно его уважаете как специалиста и как человека. Вот, врать ни в коем случае не надо. Не говорите никогда того, чего нет на самом деле. Не надо объясняться с человеком в любви, если вы этих чувств не испытываете. Это всегда читается и вам перестанут верить. Не получится никогда обмануть. Всегда честно. А вот в этой ситуации как остальной коллектив воспринял то, что вы стали начальником? С положительной стороны или как-то индиферентно? Как это произошло? Я могу рассказать ситуацию. Я пришел в эту команду, в которой работал, в которой стал руководителем и там было 30 человек, команда распределенная, не только в Москве работали, я там был на 30 человек, один-единственный с гуманитарным образованием, еще и руководитель, все остальные с техническим. И очень тревожно было и сложно было, наверное, завоевать авторитет, но пользовался собственно теми инструментами, о которых вам сегодня рассказывал. Это искреннее желание помочь, погрузиться в проблемы человека, в ту работу, которую он делает, помочь ему решить какие-то задачи и сложности, где-то давать эмоциональную связь. И это работает. Если люди видят вашу благодарность, заинтересованность в них самих, это работает, и вам ответят тем же самым. но запаситесь терпением и силой и мужеством. Понятно, спасибо. Еще вопрос, сейчас количество сотрудников в вашем коллективе сейчас какое? Непосредственно у меня в подразделении 22 человека, ну там были всякие разные трансформации внутри компании, то есть в какой-то момент доходило количество 33 или 35 человек. Но ситуация такая, то что есть люди, которые непосредственно в моем линейном подчинении находятся, я их руководитель, а есть так скажем подразделения, с кем мы проводим такую идейную работу, есть у нас общие смыслы, над которыми мы работаем, как выстраивать процессы, как выстраивать работу с людьми, какие инструменты использовать. И вот на таком смысловом уровне наверное мы ну с полусотни человек, может быть даже больше работаем. Надеюсь ответил. Коллеги, может еще какие-то есть вопросы, что-то нужно рассказать. Николай, спасибо большое, извините, начальство позвонило. Я понимаю, да. Коллеги, если вопросов нет, буду вам признателен, если какую-то реакцию поставите в чатике понравилось, не понравилось, было ли это полезно, чего может быть не хватило какая-то критика. Критика это всегда хорошо. Коллеги, я хотела напомнить, что мы обычно собираем обратную связь после вебинара. Ссылку на нее я уже дала. Пожалуйста, зайдите, заполните это буквально секунды. спасибо за обратную связь. То, что вижу в чате, очень приятно. С этой лекции выступал впервые, вот, теперь мне понятен тайминг, насколько закладываться по времени. Надеюсь, вам было полезно. Вот, и надеюсь, что, опять же, не последний раз с вами встречаемся. Я, в принципе, готов продолжить работу и индивидуальную, если кто-то захочет что-то обсудить, более подробно прояснить, взять шаблон той же матрицы компетенций, давайте общаться, я всегда открыт взаимодействую, вот, через Варвару мои контакты можно получить, но они, в принципе, и так на слайде есть. Если кому-то что-то будет нужно или захочет стать тестировщиком, пожалуйста, обращайтесь. Минутка саморекламы. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Да, я еще дала, хотела напомнить, дала ссылку на наш общий чат, Михаил тоже обещал присоединиться к нему, и возможности, если у вас будут вопросы, то вы можете задавать. Михаил, скажи, возможно ли лекция на примере тестирования какой-то системы, задает вопрос. Есть открытые, так скажем, тренировочные площадки, они в открытом доступе, и есть мой канал на YouTube, где мы проводили открытые лекции, как раз таки прям по специфике профессии. Готов поделиться ссылкой на этот канал, там, ну, в общем-то, достаточно серьезный материал собран, все бесплатно, никакой рекламы, вот, удовлетворяем свои потребности обучать людей. Вот, есть люди, которым, да, нравится учить, вот мне нравится и стараюсь это дело реализовывать. Если кратко отвечать, то, да, такая возможность есть, есть тренировочные площадки, можно с ними работать, не возбраняется. в теории, да, понимать, что такое тестирование, как оно проводится. Пришлю ссылку, ну, я Варваре пришлю, а там уже распорядятся. как с ней поступить. Спасибо. Я предлагаю тогда на сегодня заканчивать, мы, наверное, чуть раньше будем расходиться, но, в принципе, по материалу у меня все, что я хотел рассказать. Коллеги, всем спасибо, спасибо вам, Михаил, спасибо вам, Варвара. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо большое всем, кто присоединился. Вот Ирина, мне кажется, что-то говорит у нас. Нет? Видимо, вопросов у нас больше нет. Коллеги, я напоминаю, что можете заполнить обратную связь, запись у нас тоже будет, чуть позже я ее выложу в наших чатах, и те, кто проходил регистрацию предварительную, тем мы вышлем попозже, когда будут готовы записи на почту. Спасибо еще раз большое, Михаил, спасибо, будем рады видеть вас еще весной, или договоримся, когда вам будет удобно. Приглашайте. Да, спасибо, всем спасибо, всем хорошего дня. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok